всем привет девочки мальчики и сегодня у меня обзор новинок небольшое пополнение и вот такой у меня будет макияж может быть кто-то догадался на какую палетку будет обзор а может и нет и так давайте начнем что у меня будет нового это конечно тон нарс тоже нам не он и буду показывать его как наносится матовый тон матовый тон от нарс софт моей такой мягкий матовый тон для комбинирной жирной кожи выглядит он вот так очень классный и если конечно сухая кожа на вам не подойдет однозначно хочу сказать что он держится просто на ура его можно не припудривать он просто отлично держится но под него нужно подготавливать кожу чтобы челушинки не подчеркнулись и чтобы он не лег сухо даже на мою комбинированную кожу она тоже может быть местами суховатой поэтому я увлажняю кожу или наношу увлажняющую базу или крем или сыворотку но обязательно на подготовленные на голую кожу на голую кожу наносила мне не понравилось купила его летом и в августе была дикая жара и конечно он на мне просто превосходно сидел просто я вам не могла показать но он для лета просто идеальный но обычно у кожи комбинированной нет такого прям временного ограничения то есть кожа комбинированная жирница и осенью просто меньше и даже зимой жирная кожа и зимой даже жирница просто меньше но как раз soft made он не сильно делает плотным покрытие у него достаточно тоненькая просто его растягивать нужно и не маской не ложится как многие привыкли что матовый то на мертвого ложатся он хорошо замечательно ведет вообще очень натурально опять же нужно супер тонко наносить не перебарщивать растушевать быстро он хватает очень быстро и на подготовленную кожу дальше хочу показать новые румяна соем или сай это такой интересный бренд который почему-то я раньше не слышала и встретила его у других блогеров и мне было интересно так как я фанат кремовых румян и скупаю все кремовый румян которые встречаются на пути какие-то более интересные вот так выглядит тюбик и вот такие вот с такой такой пимпочкой вот я взяла в оттенки поппи и показался что он такой что это будет коралловые теплые румяна но все-таки они больше арбузные и они на мне более холодно ложатся прямо в малиновый уходит может быть на другой более теплой кожи все по-другому на моей он все-таки в малиновый сейчас я буду наносить и вы увидите этот оттенок румяна очень качественные жидкие прекрасно наносятся и очень пигментированные если вы будете покупать эти румяна имейте ввиду что из тюбика если вы будете носить только одну капельку наносите это будет достаточно потому что я нанесла сначала первый раз две или три капли и у меня была вся огромная щека не вас некуда было тушевать потому что они настолько пигментированные их же нужно куда-то растушевать они просто всю щеку мне заняли поэтому очень пигментированные маленькую капельку но мне это нравится я не люблю наслаивать 500 слоев люблю достигать результата с первого раза с раньше конечно же на глазах у меня вот что вот эта прекрасная палетка от худа бьюти из серии wild это осень 2021 года вышло три палетки этой серии у худы и каждая с неоновыми оттенками каждая посвящена так скажем же отдельному животному но это у меня питон видите он такой питончик прям потом есть хамелеон и ягуар ягуар у меня тоже идет это такая более серо холодная палетка хамелеон красивая красно-оранжевая с фиолетовым очень красиво я единственное и еще пока не купила я все конечно сомневаюсь потому что красно персиковых много оттенков но подтестировав качество этой палетки я конечно думаю и и куплю на скидках потому что хочу просто чтобы у меня была коллекция не всегда я беру всю коллекцию уходы не все мне нравятся тени но у нее вот эти это коллекция очень неплохая очень интересно интересные оттенки особенно в этой не на не все наверное первую палетку из серии взяли бы эту все скорее всего взяли бы ягуара это такая серовато лиловая палетка встретить встретите ее в следующем видео скорее всего у меня просто глаз упал и на эту палетку и не могла отвести взгляды и не могла не купить она очень красивая сама упаковка посмотрите то есть она вот так видно питончика и так не видно очень классная я вам покажу не спарклы вот этот такой вот прям металлик но не спаркл несколько они такие суховатые не жирненькие сразу скажу вот вот эта палетка видите не вырви глаз она не супер такая яркая она очень нежная мне это нравится вот так они выглядят такие легенькие вот опять же они немножко сухо набирается не как мы привыкли у наташи динон или под макрад прям жирненько нет они не жирненькие они вот такие немножко суховатые но в принципе это вообще не характеризует их как плохие или какие-то не такие тени они вот такие на подложку посмотреть как они замечательно легли давайте начнем с вот этого оттеночка персиковый и такой карамельный такие обычные стандартные не нужны для растушевки вот у меня на нижнем веке они к ним в пару такой бордового коричневый более коричневый очень кстати пигментированный классный оттеночек не рыхлится не сыпется нормальный ну и два вот этих красавчика который у меня на верхнем веке они конечно классные такой лаймовый такой он немного неоновый и вот такой мятный в общем посмотрите на эти матовые оттенки мне кажется не очень красиво гармонирует между собой их можно прям сочетать и необычненько также новинками у меня были вот такие кремовые тени от худа бьюти я их специально в таких оттенков взяла для этой палетки ну и хотелось эти оттенки все-таки попробовать вот такой лаймовый и такой мятные что сейчас очень популярно делать яркие очень популярные оттенки в тенях и в кремовых тенях и вообще в макияже какие-то вот такие лаймовые какие-то яркие неоновые вот мне хотелось подложки такие необычные купить эти кремовые тени кто не знает состоят из двух секторов это матовые как подложка а это шиммерный классно тушуются я уже не первый раз отберу то есть другие оттенки у меня много более натуральные были оттенки там карамельные и вот такие необычные хотела взять чтобы делать необычные макияжи лаймового оттенка так скажем его пара это вот этот это как подводка можно использовать как топпер я в этом макияже забыла сделать вот но покажу вам в обзорчике мятного его пара это вот такой тоже красиво его можно кстати и как подводку и на слизистую тоже красивый у меня еще новинка это конечно более бюджетная бюджетный вариант это люкс визаж матовые тени вышла прям линейка матовых теней до этого два года назад и покупала шиммерные тенты а здесь прям матовые и у меня как раз для складки использовались в этом макияже они так я взяла пока на пробовать до 104 называется он cool top то есть такой топовый оттенок вот смотрите какой жизненький хорошо растушевывается застываю очень мне понравился этот тит я куплю еще себе другие оттенки более тем теплые более кармельные они все такие телесные все очень классные покупала на wildberries можно еще думаю и дешевле где-нибудь его взять и где-то порядка 200 рублей в общем вот такие кремовые тени а я кремовые тени очень люблю и всегда радуюсь когда мне какие-то новинки попадаются интересному и последняя новинка предпоследняя это конечно же палетка для лица от шарлотты тилбери фейс палет фейс палет в общем ньют газом называется эта палетка фейс палет ньют газом состоит из четырех секторов 2 это привычный хайлайтер румяна румяна такие сатиновые металлические достаточно яркие также два бронзера или два скульптора правильнее назвать один более светлый другой более темный в матовом исполнении и они все в такой гелевой текстуре очень люблю эту гелевую текстуру у шарлотты у нее года два назад выходил glow газом палетки кто кто помнит да они были все такие более сияющие так скажем ну то есть не было вот этого матового сектора но однозначно вот эти она продублировала так скажем текстура почти та же самыми к что даже та же самая гора в общем та же самая и даже оттеночки очень-очень-очень близки чуть-чуть отличаются конечно чуть темнее чуть светлее но эту эти сектора она в общем не придумала заново а эти я так и понимаю не все-таки новые потому что я все-таки их сравнивала с бронзером из glow газом и там он был все-таки сиянием и более теплый как бронзер шоу а здесь это как скульптор скульптор просто замечательно что светлый темный очень классные пятнами не ложится очень пигментирован ну прям вот видите это еще свет светит высветляет а так очень пигментированный я для дневного варианта светло использую сейчас а этот прям либо для смугленьких либо на вечер так более интенсивно для более интенсивное использование конечно сама палетка она просто невероятно красивая как и вся все у шарлотты все ее оформление ну новенького ничего в этом оформлении только немножко цвет розовый на бежевый поменялся в дальнейшем покажу в сравнении вот так конечно но интересно интересно мне понравилось все по классике так скажем ничего особенно в оформлении на не придумала нового если сравнивать с glow газом только вот новые текстуры я рада что купила несмотря что у меня есть glow газом две палетки светлое темное но у меня не было таких скульпторов как ум как вот она сейчас дело и последний продукт который в принципе я не помню показывал или нет но мне кажется нет это бальзам для губ от худо бьюти вот умеешь на губах нанесен я его решила оставить и помаду не использовать классный бальзам такой гелевые но он не тяжелый он не чувствуется какой-то замазкой прям все замечательно вот это новинки которые я буду сейчас тестировать поэтому кому интересно более подробно взглянуть на все новинки и на макияж целом оставайтесь со мной и так начинаем тестировать косметику начинаем тестировать тон тон от нарс называется он софт мэйд матовый тон и я сразу скажу что он конечно для жирной комбинированной кожи для сухой он точно не подойдет сразу вам говорю так как у меня комбинированная кожа и даже вот этот тон даже для моей кожи все-таки требуется увлажняющая какая-то база потому что на голую кожу точно нет он потерял шелушение особенно сейчас уже начался такой период и все-таки он очень хорошо работал летом ну либо если под него нужно обязательно увлажняющий какую-то базу или хорошо подготовить кожу увлажняющим кремом давайте тогда нанесем тоже нарс это рейдинс праймер у меня два праймера знаю что есть еще всего в линейке три праймера у меня вот такой розовенький и еще затирка пор но сейчас мне затирка пор не нужно мне нужен увлажняющие увлажняющая база вот так он выглядит такой с персиковым оттеночком ну как раз для того чтобы кожи придать какой-то здоровый вид более здоровый вид под глазки нанесу our глаз давно его не использовала вот хочу его опять так называется он у меня в оттенке cream по-моему так называется оттеночек достаточно светлая сейчас принципе у меня кожа не сильно светлая но и не темная растушую костюме кисточка из набора sony g и растушую этой кистью дальше как раз вот сейчас будем то наносить у меня в оттенке light 4 9 9 ли общем наток как читать правильно это название но вы увидите этот тон в более светлым оттенки в общем сначала я купила более светлый оттенок самый светлый как я люблю это делать монбланк вот и он такой очень-очень светленький light 1 по моему называется и потом все таки я купила так я чуть под загорела чуть потемнее себя оттенок вот вот такой с легким бежево-желтым подтоном но мне очень хорошо подходит вот и монбланк он более розовый с часом да этот оттенок вот монбланк с розовым подтоном и он более светлый конечно и для такой вот кожи айвори для кожи более фарфоровой вот как рассмотрите для более светлой кожи там он бланк а это я в общем убиваю да и так конечно сейчас я буду наносить убиваю потому что сейчас у меня кожа чуть более загорела хотя вам не видно потому что у меня тут лампы светят и поэтому сильно разница не видно как я раньше было и как сейчас да чуть-чуть на море съездила и слегка подзагорела зимой мне как раз монбланк отлично подойдет посмотрите на мою кисть я наверно показывал в каком-то видео это кисть тоже sony g просто замечательные кисточки смесь козы и синтетики замечательный набор купила кстати весь но не сразу по две кисти и сейчас по моему нету на сайте бьюти лишь но они должны появиться поэтому если вы любитель кистей и любите кисти sony g советую вам покупать сразу как только появились новинки иначе эти кисти просто исчезают из продажи надолго мне очень нравится этот тон для моей лично кожи комбинированы потому что он не блестит в течение дня даже сегодня даже вчера я не припудрила тонн забыла припудрится и он был матовый потому что он действительно матовый но как написано soft made то есть он мягкий матовый он не не превращает вашу кожу в какое-то мертвое лицо да он не прощает ваше лицо мертвый какой-то блин конечно нет он очень-очень такой современные у него очень классный финиш достаточно современный не так как раньше делали такие прям мертвые тона так скажем в общем тон достаточно натуральный и когда была жара я прям спасалась очень мне понравился поэтому я купила второй оттенок обычно если я куплю один оттенок мне не понравится конечно ей вообще не покупаю мне понравился чуть темнее захотела купить он достаточно хорошо лежит но опять же если у вас кожа шелушениями или сухая он не подойдет а вот для комбинированной жирной кожи самое то очень классно держится и в то же время не плотно лежит вот он такой жиденький не как замазка нужно быстро растушевывать он потому что быстро хватается так еще раз давайте покажу это на 1 обожаю продукты нас очень много и практически все нравится но есть конечно что не совсем нравится ну практически всем их классических коробочках очень удобная упаковка единственное конечно стоит колпачком вниз и поэтому когда вы открываете то может немножко перелиться но в принципе нормальный не не переливается сильно не выплескивается сильно давить не нужно на него сама упаковка четко мягкая прорезиненная очень приятная на ощупь ну вот как бы потому что это матовый тон и он исполнен в матовом тюбике в матовом таком исполнении классическая классические такие материалы для нарс они используют часто вот именно такой вот софт-мейт упаковку дальше я хочу вам показать новинку для меня это кремовый продукт то есть кремовые румяна от сай или сайе такой вот новый бренд не пробовала никогда но на просторах ютюба я у многих блогеров зарубежных и даже у наших уже появляется встретила румяна именно вот именно этой марки и мне было очень интересно попробовать каково мое было удивление когда я взяла привычным жестом и нанесла там ты много капелек думала они такие полупрозрачные и я не смогла их растушевать потому что они растушевались у меня на все лицо потому что есть супер пигментированы достаточно только одной капельки наносить так выглядит румяна и у меня в оттеночке поппи такой достаточно яркий но красивый оттенок кораллово-розовые можно его ярким сделать и более легко растушевать и можно его конечно наносить и вот так прикасаться да но в качестве гигиены так как я все-таки работаю и с клиентами да и не только для себя это покупаю я все-таки буду не из тюбика с руки или с палетки набирать количество это очень много мне кажется но очень большая лопаточка но она удобная потому что набирается сразу должное количество очень удобно и мне понравилось и буду наносить я сейчас кисточкой вот такая кисть мне пришла дополнил я свою коллекцию от sony g называется мини бэйс вот у меня была большая она конечно для румян мне кажется более удобная такая у меня была и и я все сомневалась покупать ли вот эту мини бэйс потому что у меня была вот эта малютка из набора и посмотрите они конечно очень похожи поэтому если у вас есть вот этот набор дорожный так скажем с короткими ручками есть это кисточка то не стоит покупать эту потому что ну вы видите да то же самое ворс и та же самая форма просто фанат и коллекционер я захотел чтобы меня этот набор весь был вот и но очень удобно то что все-таки длинная ручка для меня длинная ручка работать удобнее чем короткими все-таки для себя это решил давайте эту кисточку мини бэйс и спробуем так румяна уже успевают у меня впитаться поэтому надо быстро быстренько действовать они кажутся коралловыми в тюбике и такими изначально как будто они более теплые но они все-таки такие арбузные и не совсем однозначные вот у меня в малиновый прям уходит сейчас оттенок смотрите как они впитались на моей руке и поппи это вот именно вот такой все таки более холодный оттенок ну вот они у меня я вообще гоняю всегда за коралловыми оттенками это самые любимые мы оттенки в румянах вот вы можете посмотреть видите какой тюбик да он более коралловые и на лопаточки на моей коже он растушевывается более холодным вот но он как бы немножечко проявляется более холодным может быть на другой кожу вы более теплее но мне кажется у него все-таки холодный потом я себе помогу большой этой кисточкой называется на classic bass почему потому что все-таки я набрала чуть больше сейчас и кисточка моя сейчас может много добавлять они растушевывать да поэтому я повторю себе кистью помогу а так эта кисточка удобная для румян очень удобно просто нужно набирать набирать такие пигментирные продукты поменьше на кисть иначе некуда будет тушевать но у меня на камере сейчас достаточно хорошо видны эти румяны они достаточно ярко достаточно нормально держится они классно я уже к не привыкла конечно первый раз у меня был шок что они очень пигментирные потому что я по привычке поставила несколько точек потому что до этого у меня были какие-то румяна которые не сильно так пигментируем нужно было несколько точек несколько слоев ставить вот и все-таки они видите в малиновый уходят на этот оттеночек на мне лично уходит на малиновый у меня потому что прохладная кожа может быть на более смогло загорелый был бы более теплее оттенок скорее всего так и было мне нравится я запланировала себе купить еще более такой розовый и более персиковый оттенок такой посветлее там есть красивые светлые оттенки потому что мне понравилась эта фирма этот бренд и этот продукт стоит недорого я не помню показывали нет но кажется показывала прекрасный такой бальзам как раз и забыла сейчас бальзам на голову нанести и нанесу бальзам отхода у меня в миниатюрке но он в полноценной версии тоже вышел в большом формате но мне этого бальзама хватит надолго он такой конечно силиконовый пахнет очень приятно но он не лежит как-то за маской очень приятный увлажняет хорошо мне нравится иногда просто его без ничего наношу и тем более сейчас уже начинается холода сейчас уже бальзамом и сейчас я припудрю лицо давно не использовал вот эту пудру dim light вы наверно знаете пудру our глаз в наборе чаще всего потому что только наверное визажисты отдельно себе покупают вот эти сектора а так они конечно продаются в большом в тро в трешечках или там в больших наборах вот но у меня это dim light и очень она популярна и мне очень нравится создаю такое шелковое покрытие особенно сейчас у меня не нужно использовать сухую пудру потому что у меня тон матовый и я вот такую кисточку буду использовать это тоже sony g смыв баффер она такая среднего размера и есть у нее еще с красной ручкой но побольше но она пока недоступна на бьюти лишь продажи вот как появится обязательно себе приобрету вообще я стала в 2021 году конечно фанатом кистей sony g они я всех скупаю не все мне нравятся вот почему я взяла именно эту кисточку потому что такую пудру желательно носить именно плоской плоским срезом чтобы была возможность заполировать вот как раз я сейчас заполирую потому что это сатиновая пудра вот и так мы начинаем с вами тестировать вот эту палетку это худо бьюти посмотрите как она переливается это питон вышла серия этих палеток три штуки я жду еще одну и самую первую решила купить все таки такую необычную очень интересную красивую потому что мне кажется у меня таких оттенков не было и конечно она может быть не самая ходовая не на каждый день но она однозначно такая интересная вот и в качестве подложки я еще купила две кремовые тени тоже от худа бьюти вот в таких оттенков вот такой мятный и такой вот салатовые да они тоже такие не каждодневные но они очень классно подходят под эту палеточку мы будем наверное используем мне конечно хочется использовать и вот этот оттенок и этот на серединку но наверное все таки буду голубой хоть этот можно и салатовый если бы салатовый тогда подложка вот этот будет если голубой то можно вот этот мятный использовать давайте сейчас я определил использовать давайте попробуем как они наносятся такой мятный красивый оттенок называется минтед но тут двойное название этот оттенок минтед с этой стороны а этот генера это шиммерный оттенок вам тоже сейчас покажу примерные обычно наносится уже сверху в качестве топпера а этот основной дальше я сразу хочу оттушевать складку века тоже кремовыми тенями и я приобрела вот такие новые матовые кремовые тени или тинт от люкс визаж сейчас буду с вами пробовать сейчас посмотрим вообще что за кремовый тень и мне до этого были только сияющие вы наверно все знаете их и вот совсем недавно вышли матовые я покупала на вайлберсе и поэтому но наобум выбрала такой прохладный оттенок тоуповый номер 104 но там очень много красивых оттенков вышло в этой линейке подумываю если сейчас мне понравится и еще взять и я вот прям чуть выше чем мой этот мятный оттенок оттушил бы для чего это делаю но чтобы во первых глубину придать сделать более выразительным подвижной века и чтобы мой мятный сам по себе не висел в воздухе мне нравится как тушится напоминает мне чем-то были тинты nyx матовые но они уже давно сняты в кожу хорошо в тушица и как раз к этому макияжу этот прохладно-сероватый оттенок прям мне подходит там конечно более теплый есть я просто для себя всегда выбираю более прохладные тенки так и теперь нам нужно все-таки украшать наш макияж и как я задумала я все-таки синенький буду но люблю я синий конечно без этого никуда вот и набираем его вот этот очень красивый питончик не хочется его даже портить это не пробовала оттенки чуть-чуть попробовала а на глазах даже не пробовала с вами сейчас пробуем палетки вышли уже наверное полмесяца назад и худо в отличие от наташи ценон и она сразу разрешает скидки уже они продавались на call beauty с 20 процентными скидками вот принципе я купила и эту и такую более холодную сероватую тоже статистик процентной и будут они еще конечно с 20 проценты скидка продаваться люблю я эти маленькие палетки отходы очень нравятся не все покупаю правда потому что иногда у них в маленьких палетках не супер качество здесь мне понравилось и так дальше хотела конечно все такое более коричневая вести ну думаю покажу вам вот этот оттенок какой он красивый такой салатовый прям почему нет очень хорошо набирается классный матовый оттенок конечно мне кажется несколько она летняя эта палетка вот и как бы ходе нужно было выпустить чуть по пораньше но там вышла еще палетка такая прям осенне осенне холодненькая которого скоро будет забыл как называется вот и в принципе она выпустила получается одна зеленая одна такая земная холодная не земная такая вот сера сера сиреневая и ищет как раз на оранжевая с фиолетовым вот то есть мне кажется она выпустила прямо на любую цветок у цветовую гамму прям три таких популярных расцветки до три популярных раскладки красиво мне очень нравится вниз давайте мы сделаем уже такую более персиковую гамму можно конечно сделать и вниз такой более можно вниз конечно продублировать салатовый вполне и так можно и так затемним вот этим оттенком внизу посмотрите какая пигментация матового темного оттенка крутая и так на верхняя века все-таки сделаю решила сделать зеленый карандаш вот такой от make up for его в оттенке шестом forest хотелось синенький но мне кажется что зеленый подойдет можно сюда и коричневый даже дал как бы под вниз наш сделаем такую необычную зеленую стрелку которую наверное никогда на мне никто не видишь и я за ли за то что нужно экспериментировать сейчас особенно буйство возможностей буйство красок буйство теней различных текстур и конечно если вы любитель косметики любитель макияжа не стоит бояться что как на вас посмотрите у вас будет цветной макияж конечно не говорю что нужно прям каждый день в офис скраситься так но куда-то на выход почему и нет мне очень нравятся эти карандаши вся эта серия потому что они очень жирненькие хорошо рисует но в то же время но в то же время не застывают тут на втором глазу здесь помогаем себе кисточкой немножко растушевываем и протягиваем правда такие гелевые карандашки быстро тупятся но на обратной стороне есть точилочка имейте ввиду что эти карандаши выкручиваются и точить их нельзя как я один раз поточил свой коричневый карандаш вот теперь всегда помню что их точить нельзя точилочка точит именно вот этот грифель чтобы он был остреньким на нижнее веко хочу показать вам новый красивый карандаш это карандашик от романовой вот такой в оттенке фисташио он очень красиво его вообще даже дневной макияж даже не под зеленые тени и не под хаки а просто под любые делаю он очень красивый и чуть-чуть вот на этот карандашик я как раз хочу сделать либо этот либо этот оттенок сейчас посмотрим очень красивого это такой более золотой это более такой травяной классный травянистый на раз золотистый буду использовать вот этот золотистенький очень хорошо с карандашиком фисташио гармонирует и возьмем все таки и возьмем вот этого оттеночка чешуйчатого очень красиво и так прям освежает освежающий макияж опять же мне кажется он такой немножко опять же мне кажется он такой немножко весеннюю но не нужно прям под время года подстраивать свои макияжи конечно есть определенный макияж который только летом делается или только зимой кажется этот макияж можно сделать под какие-то аксессуары платье там костюм все что угодно и так и так вот такой красивый макияж у меня получился и последний продукт который у меня новый который я вам хочу показать продемонстрировать который вы видели наверное в инстаграм у меня эта палетка от шарлотта тюбри называются ньют газом вот такая красота очень красивое оформление и у меня есть предыдущие порядки которые назывались glow газом они более сияющие и эту палетку я конечно ждала она просто невероятная посмотрите здесь румяна хайлайтер и два скульптора один более светлый другой более темный а и они полностью матовые но наносится они просто великолепно они не пятнят прекрасные красивые оттенки натуральные не кирпичат не краснят не желтят очень-очень мне понравилась эта палетка и как всегда конечно текстурирована надписями ньют газом написано выгравирована и вот этот рисунок у нее это ее логотип как всегда он и в прошлый раз встречался вот и текстура в этой палетке очень мягкая очень классная и давайте сейчас нанесу посмотри я наверное сейчас буду все-таки наносить светлый оттенок вот может быть затем не чуть темным мне очень для дневного макияжа нравится вот этот светленький он очень классно ложится прям замечательно у меня тут правда кремовый румяна поэтому может быть несколько непонятно быть ну нет смотрите контур уже создается носик давайте тоже немножко контурируем возьму побольше кисть сделаем поуже лицо очень очень светленький и он для светлой кожи а кому нужно чуть потемнее по интенсивнее для вечера или у вас кожа более смуглая то вот этот оттеночек он как раз для вас будет он такой более темный будет сейчас например я сейчас его нанесу до чтобы здесь по потемнее сделать принципе у нас уже вечер на улице и могу себе позволить вот очень нравится как скульптурирует это палетка сейчас я вам покажу с вочи доделаем макияж хайлайтер румяна не нанесем румяна персиковый дать тут немножечко такие они не совсем мои хотелось бы немножко розовинки они прям такие немножко рыжат в принципе шарлотта делает на свою публику на свой контингент покупателей до более с теплой кожей загорелой и поэтому более универсально думаю сделала палетку и более универсально сделала румяна хочу показать вам новую кисточку от suniji которая вот недавно купила называется so chic очень классная и если честно то я и именно этой кистью румяна пэтмоград начала наносить по-новому до этого что-то у меня были с румяной пэтмоград небольшие сомнения как-то другими кистями ну наносились они немножко пятнами этой кисточка с этой мягкой козы способна творить чудеса вот сейчас у меня уже на кремовый румяна наверное не видно будет прям оттенок между там помните да кремовый румяна под низом но видно как они вот блеск дают такую и персиковая с небольшой вот можно даже уже без хайлайтера обойтись потому что уже перелив виден да и румяна они соответственно прям блестящие ну текстура она взяла как из прежних палеток очень похожий на текстуру glowgasm и хайлайтер и румяна собственно просто оттеночки чуть-чуть отличаются а хайлайтер так вообще там очень 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 близок со светлой палеткой ну а текстура скульпторов она конечно новая вот но вот эти два все-таки уже где-то встречались догадайтесь где и сейчас я вам покажу эти палетки потому что может быть кто-то не в курсе два года назад выходила по моему палетка две палетки светлое темное так это я наношу хайлайтер хайлайтер он все-таки такой сливочный и теплый с персиковым отливом очень нравится как он сияет но опять же текстуров это уже для меня не новая потому что они уже выпускались в такой текстуре ну такая достаточно яркая достаточно яркий оттенок хайлайтера и такой достаточно немного желтоватым золотистым подтоном так чтобы вы понимали о чем речь вот это предыдущая коллекция glowgasm это светлая палетка и вот как раз хайлайтер вот посмотрите очень очень похож и румяна ну румяна вот здесь тоже сейчас вам покажу ньют газом да если посмотреть оформление тоже очень близко это более розовая это более такая персиковая но поднюд она сделала тоже фотография модели тоже лучики ну в общем очень похоже заморачиваться с оформлением если уже оформление есть так это у нас получается glowgasm и давайте хайлайтер ньют газом и персик и румяна вот здесь ну вот посмотрите значит у нас это ньют газом да вот мизинчик и безымянный и вот это glowgasm светлая палетка именно потому что есть еще же темная если взять вот так персиковые вот взять румяна по текстуре они идентичны чуть-чуть более темный оттенок и чуть более светлый получается ну почти почти очень похожи и если взять вот так хайлайтеры то они тоже очень похожи попробуем перенести это конечно немножко сложновато потому что текстура хайлайтеров тяжело переносаться достаточно более интенсивный это ньют газом в новой палетке и чуть-таки посветлее в персиковый персиковый в glowgasm и хайлайтеры хайлайтер сложно мне передать еще раз на пальчики ньют газом glowgasm мне кажется что в ньют то есть в новой палетке более свечения больше а так они по оттеночку очень очень похожи вот то есть получается сильно не переделывала два верхних сектора чуть-чуть там подшаманила и сделала нижний сектор но я еще проверю вот у нее есть же тоже типа бронзера здесь все-таки они разные все-таки скульптор в ньют газом более прохладный а в glowgasm он как бронзер идет он чуть степлинка да все-таки эти два сектора нижние они новые и ниоткуда не взяты вот поэтому такое небольшое сравнение ну шарлотта так делать я ее не ругаю я все равно ее люблю люблю ее продукты просто вам для сведения и так продемонстрировала вам продукты сделала такой прекрасный легенький макияж кому-то легенький кому-то вечерний и я надеюсь вам был интересен обзор этих продуктов на очереди у меня конечно же еще новые продукты сейчас осень и бренды начали выпускать все больше и больше новинок и новинки очень интересные и скоро черная пятница конечно же нас ждет огромная покупка продуктов хотя я уже себе накупила не дождавшись черной пятницы но думаю что то тоже ухвачу интересненькое обязательно буду снимать обзоры и от вас жду лайки и комментарии всем пока пока